В течение трех дней в Олимпийце проходил открытый чемпионат города по мини-футболу среди юношей 2008-2009 годов рождения, посвященный памяти героев Чернобыля и воинов-интернационалистов. Традиционно 16 команд из Киева, Чернигова, Броваров, Сновска, Гончаровска и Слаутича приняли участие в турнире. Уже первые матчи подтвердили, что фавориты прежние – Каскад из Броваров и Кады из США Слаутич. Предварительный турнир в группах обе команды выиграли без поражений и ничьих. Каскад из Броваров с разницей мячей 8-0, а Кады из США Слаутич 31-3. Слаутичане вообще очень лихо начали турнир в первой же игре с киевскими теремками, забили по шесть мячей в каждом тайме. В итоге в матче за третье место встретились Каскад 2 Бровары и Киевский Леком, победили Броварчане 6-1, а в финале встретились прошлогодние финалисты Кады из США Слаутич и Каскад Бровары. Первый тайм прошел в упорной борьбе. Броварчане плотно опекали нашего форварда Глеба Леоненко, но славутичские игроки уверенно и технично создавали опасные моменты. Хотя и Каскад, когда перехватывал мяч, тоже смело шел в атаку. Часто про Броварчане били издали, но наш вратарь стоял уверенно. А за 7 минут до конца первого тайма массированная многоходовая атака Слаутич закончилась голой. Трибуны радуются. Защитник Броварчан получает познавательную лекцию от тренеров. В коротком перерыве между таймами тренеры подсказывают, как играть во втором тайме, а трибуны соревнуются в поддержке команды. У Слаутичан получается и громче, и чаще. И буквально на третьей минуте второго тайма наша восьмерка Глеб Леоненко забивает очень важный гол. И хотя Слаутичанам можно играть уже поспокойнее, подольше держать мяч, но они еще совсем молоды, поэтому рвутся забить еще. И за 10 минут до конца второго тайма еще один гол. Слаутича 3-0. И хотя тренер Каскада торопит своих игроков, но наверняка понимает, что это уже поражение. И некоторые запасные игроки Каскада тоже теряют интерес к игре. Победа в финале с убедительным счетом 3-0. Реванш за поражение в прошлом году. Тренер Каскада еще пытается объяснить, почему проиграли, а мы успеваем взять экспресс-интервью у наших игроков. Планировали победить? Конечно. Конечно? А кто у вас лучший был? Глеб. Глеб? А почему все время Глеб? Потому что Глеб не забивает. Наверное, потому что он забивает. Глеб, ты чувствуешь, когда надо попасть, чтобы тебе дали пасть, и ты забил гол, да? Да? Они на тебя надеются, я так понимаю. Не, я не знаю. Не знаю. Они на себя надеются. Борисчики Каскаду из Броваров проводят радостную фотосессию. У них два призовых места. Их команда заняла второе и третье места. А торжественное закрытие турнира начинается с минуты молчания в память о воинах-афганцах. Это были три дня честных игр, интересных игр, захватывающих игр. Те поражения, которые были в командах, это, я так думаю, что символ для новых побед. Поэтому не огорчайтесь, у вас все впереди. И не может из 16 команд быть все 16 первыми. Поэтому тренируйтесь, готовьтесь, и вас обязательно ждет победа. Глава партии ветеранов Афганистана Михаил Ерохов поблагодарил юных футболистов за игру. Хочу поблагодарить вас за участие в этом турнире, вас самих непосредственно участников, ваших родителей, тренеров. Но отдельное внимание хочу уделить нашим спонсорам, которые помогли нам организовать это мероприятие. Это такие, как Ассоциация, Всеукраинская Ассоциация Афганцев и Чернобыля, Украинская спилка ветеранов Афганистана. Частный предприниматель у нас есть, такой Олег Березов, никогда нам не отказывают. И компания частная, Омега-Консалкинг. В общем, я хочу сказать вам огромное спасибо, что вы столько энергии, столько сил потратили на вот это мероприятие. Доставили нам огромное удовольствие. Славутич, это вообще молодцы ребята, они сделали ветер такой. Нам для города всегда гордость. А после этого приступили к награждению лучших игроков турнира. А больше всего аплодисментов досталось Глебу Леоненко за игру и за самый важный гол в финале. Третье место в турнире заняла команда Каскад-2 из Броваров. Субтитры сделал DimaTorzok На втором месте Каскад-1, тоже из Броваров. Субтитры сделал DimaTorzok А победили футболисты Кады из США и Славутича. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok После торжественного закрытия турнира капитаны команд вместе с афганцами возложили цветы к памятному знаку на въезде в Славутич. А ветеран афганской войны Пронтенко поговорил с ребятами о мужестве, верности и стойкости. Вот перед вами стоят ребята, которые на поле боя доказали, что они обладают этими достоинствами, доблестью воинской, есть медали за воинскую доблесть, за боевые заслуги, за плоды. Солдат войну не выбирает. Куда послала родину, там он и служит. Но важно другое, как он себя там ведет. Это поколение доказало, что оно достойно своих предков, что оно может и надежно защитить, и на него можно опереться. И я желаю вам, чтобы у вас в душах, ну, судя по тому, что вы занимаетесь спортом, стремитесь к чему-то, что вы тоже сможете быть такими же смелыми, отважными, главное, честными и благородными.